Я докажу некоторое забавное свойство многочлена деления круга, а именно, я сейчас, воспользовавшись только что доказанной теоремой, объясню, почему многочлен деления круга на П-чистике и БП-стое, почему его нельзя представить в виде произведения двух многочленов с неотврицательными коэффициентами. Итак, предположим, что у меня есть какие-то два многочлена. n меньше, чем П-1, у меня есть какие-то два многочлена, причем все числа, вот эти вот ашки, это числа вещественные и неотврицательные. И, соответственно, есть М, М плюс М равно П-1. Здесь тоже вот такой вот многочлен, да? БМ-1, Х, Б-1, плюс и так далее, плюс Б1, Х, плюс Б0. Замечательный. Итак, все числа А больше или равно 0, все числа Б больше или равно 0. На самом деле такого не бывает, если М больше 0 и Н больше 0. Доказательство. Ну, ребят, начнем вот с чего. АН-ное можно вынести за скобку, БМ-ное тоже можно вынести за скобку. Понятно, что при этом они в произведении дадут единицу, потому что старший коэффициент здесь единицы. Поэтому я могу спокойно считать, что у меня просто это единица. Там иначе. Итак, вот эти вот числа, будем считать, что они равны единице. Очень хорошо. Теперь давайте подумаем вот на какую тему. Есть коэффициент БМ-1. Есть два варианта. Либо БМ-1 больше или, либо БМ-1 равняется. Давайте поймем, почему очевидно противоречие в первом случае, когда БМ-1 это число положительное. Итак, представьте себе, что здесь стоит положительное число. Хорошо, тогда я вам дам твой непредуправленный комментарий. Как вы считаете, А нулевое умножить на Б нулевое это сколько? 1 это А нулевое умножить на Б нулевое. Говорим, что обязательно эти числа не больше единицы, потому что если бы здесь был какой-то коэффициент больше единицы, то коэффициент 3х степени М в произведении был бы слишком большой. Или это если больше единицы, то коэффициент 3х степени М был бы слишком большой. Отсюда получается, что А нулевое и Б нулевое это единицы. Отлично. Заменяем их на единицы. После этого смотрим на коэффициент при х в первой степени. Это очевидно, А первое плюс Б первое. Это тоже должна быть единица. Значит, хотя бы одно из этих чисел больше нуля. Отлично. Пусть, например, у нас А первое будет больше нуля. Так, все. Вот теперь я, что называется, подготовил вас к тому, чтобы все у нас получилось. Значит, А первое больше нуля. Про Б первое мы не особо знаем. Теперь нужно понять, теперь нужно понять, что если А первое больше нуля, теперь нужно понять, как вычисляется коэффициент. Вот. Еще надо теперь посмотреть на эту степень. Понимаете, нет? Посмотрите. Вот когда перемножаешь, здесь получаешь х веном. Правильно? Вот. Но когда перемножаешь вот так, тоже получаешь х веном. Но мы уже набрали нужный коэффициент. И при этом у нас А первое больше нуля. Значит, что получается? Б минус первое, ну да и. Абсолютно верно. Б М минус первое, это нуля. Потому что иначе у нас просто оказался бы слишком большой коэффициент в произведении при х в степени М. И так далее, все остальные башки равны нуля. Нет. Я сейчас просто объясню, почему... На самом деле, это нужно по-разному, знаешь, обсуждать. Но сейчас будет очень короткое доказательство. Вот почему не бывает, что Б М минус первое нуля. Ребята, для того, чтобы понять, почему очевидно не бывает, что Б М минус первое нуля, я напомню, какие корни у этого многочлена. И как он вообще выглядит, как многочлен. Мы это сегодня уже писали. Х минус зито, х минус зито в квадрате и так далее, х минус зито в степени В минус зито. Ну, такое. Если он разложен на два многочлена, значит, несколько скобок ушло сюда, а несколько других скобок образовали вот это. То есть, вот на самом деле, вот этот наш многочлен, это произведение нескольких, а именно М-штуг, из вот этих скобок. Давайте подумаем, чему равен коэффициент при х в степени М минус 1. Ну, а ну, что тут думать? Вообще-то это называется теоремией Е. Если у вас, ну, скажем, для того, чтобы я сейчас на втором степени, ее даже учит, в общем, называть нескольку. Если у вас есть х минус а умножить на х минус b, то это будет х квадрат минус а плюс b умножить на х плюс а. Согласны? Как это в школе говорят? Если а и b корни многочлена, то свободный член от их произведения, а коэффициент при первой степени это с минусом х суммы. Замечательно. Как выглядит теоремия Е для многочлена третьей степени? Ну, вот такой выглядит х минус а умножить на х б умножить на х минус с. Это будет х кубик минус сумма корней умножить на х квадрате плюс сумма попарных произведений корней умножить на х и минус произведения корней. Господа, пожалуйста, проверьте. Раскройте скобки, кто не верит. Проверьте, посмотрите, убедитесь, что действительно так. Коэффициент при х квадрате это взятый со знаком минус, просто взятый со знаком минус, сумма корней. Так вот, здесь будет ровно та же ситуация. Коэффициент при х в степени m минус 1 это будет сумма тех степеней дзиты, которые вошли в тот самый список. То есть будет какая-то такая речь. Дзита в степени альфа 1 плюс дзита в степени альфа 2 плюс и так далее плюс дзита в степени альфа 1 будет равно нулю, потому что у меня этот коэффициент равен нулю. Но, господа, вы помните, что m было меньше, чем p минус 1. m было меньше, чем p минус 1. А это абсолютный ужас. Потому что у нас получилось, что число дзита удовлетворяет уравнению, а заметьте, это уравнение вообще-то с целыми коэффициентами. Здесь коэффициент равен единице, ну и нуля. В сравнении с целыми коэффициентами у него есть корень дзита. И у этого уравнения с целыми коэффициентами тоже есть корень дзита. Но это, конечно, никуда не годится. Потому что, когда у вас есть многочлен неразложимый, то он не может иметь общий корень с многочленом меньшей степени. Просто потому что иначе мы взяли бы вот этот многочлен, взяли бы этот и по алгоритму Евклида нашли бы их наибольший общий делитель. И он был бы с целыми коэффициентами. А это означало бы, что наш многочлен разложим. То есть вот так при помощи признака неприводимости Эйнштейна, при помощи того, что вот этот многочлен не приводил на целыми коэффициентами, можно легко объяснить, почему он не разлагается и с неоприцательными. Ребята, дальше. А на эти многочлены не обязательно должны быть меньшей степени, не тоже степени? Видите ли, в чем дело? У нас все эти числа альфа больше нуля. Поэтому вы на дзиты делите. Поняли, да? У вас здесь нигде нет дзитов в нулевой степени. Поэтому дзита в первой степени просто выбрасывается сразу. И получается все-таки многочлен меньшей степени. Да, и еще. Случай разложения на множество с неоприцательными коэффициентами, когда непростое число. Оказывается, что многочлен такого типа, можно полностью все изучить. И, в общем, там все это сделано аккуратно, замечательно. Продолжение следует...